здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева я приглашаю вас на прогулки по допотопной москве 29 мая и 5 июня ближайшие 29 мая группа уже набирается и там остается несколько участников можем принять 4-5 участников можем принять приглашаю кому интересно кто любит москву и кто хочет узнать то что они скажут официальные историки то приходите будет очень интересно этот центр москвы это ивановская горка будет солянка мясницкая улица кривоколинный переулок и так далее будем заглядывать во всякие интересные места и вы узнаете много того чего действительно нигде пока не прочтете только от меня узнаете потому что здесь идет информация осмысление через альтернативу мы будем осмыслять официальную историю и сами поймете сколько там нестыковок у нас тире вот даже здесь мы будем один и другой и третий они считают а потом я думаю ну все логично потому что если у нас это монархию продвигает и романовых продвигает то все должно идти только от них только 17 век то есть после поляков вот это вот как раз время смуты на самом деле эти палаты могут быть вообще не поймете каких времен потому что скорее всего и москва и все вот эти города они в общем-то ровесники риму и вот той самой античности а вот здесь это место вообще вот это и с рейтингой и пруды и чистые пруды и с рейтингой пруды они были здесь было место жизни привет володя да включайся подходи да здесь называемое село кучки вот и город там назывался кучков до москвы его называли и с другой стороны если посмотреть это это огромная территория это большой огромный город то что надо лубянки куда идти вот так вот это поселение вот этого кучки которого убил юрий долгорукий и после него вот почему-то убийцам да вот считается что он основатель москвы на самом деле он уже пришел на готовый город уже здесь был этот город и каменный в том числе было мясников и там в центре вот от лубянки ну почти километр отсюда там были местные лавки и мясники значит свои отходы они сбрасывали в эти пруды это все гнило и вот такой нам официальный язык и вот у меня сразу возникает вопрос вообще мясное производство почти безотходное потому что кожа значит идет на кожу мясо на мясо кости на бульонки но практически безотходные даже после можно перемалывать и порошок там и мыло варить то есть почему эти поганые пруды а теперь я вспоминаю прошлые наши вот кто у нас был новоспасске мы ходили я вам говорила из книги архимандрита по новоспасскому что погаными то назывались жители которые жили в шестнадцатом там пятнадцатом веке за границей устьюга города откуда приехал архимандрит стефаний и которого святы не сейчас в этом новоспасском то есть они жили за границей на севере и это были погаными назывались язычники народы которые там мире чуть и вот эти фенугры и здесь фенугры не было они были вот там за эти границы и слово возможно что поганые она имела совсем другой смысл может быть не тот который мы сейчас вот плохой вонючий счет может вообще какой-то другой смысл имел надо будет тоже с этим разбираться соответственно значит труды название может быть совсем другое и смысл может быть другой потому что не только я это подметил а некоторые блогеры вот у людей просто мысли какие почему зачем им в этих лапках которые были за километры от этих прудов таскать эти отходы за километр их проще закопать где-нибудь да вот как-то это ну странное название короче мы это снимаем считаем что это неверная трактовка вот этого названия чистых прудов ну а как они стали потом название чистыми потому что здесь в этом месте когда эта почта появляется а еще чуть пораньше на 10 лет еще до великого посольства у Петра Петр дарит своему другу Меньшикову вот эти места и значит он там вот за этим почтам там у нас Меньшикову башня и он значит все это здесь вот выкупает вычищает якобы эти пруды из тех пор они называются чистыми и вот он отстраивает эту Меньшикову суббота 29 мая и суббота 5 июня приглашаю на прогулки подопотопной Москве это центр Москвы центральный район Москвы заявки присылайте на почту написала и в описании будет адрес всего вам доброго до свидания